Нет такой ночи, чтобы нас не беспокоили. Чтобы вас кто не беспокоил? Срыва. Вот и вчера приземлялись где-то недалеко. Не спали опять. Ну да, остановку разорвало. И к нам сюда были попадания. Шестой дом и четвертый дом. И крыши осколками все побило. И с той стороны окна повыбивало у людей. Восьмой дом повыбивало. А там где были попадания, там люди живут? Рядом с домом упали. Чудом не повыбивало моих детей. Чудом. А у вас рыбеньки есть, да? Ну да, чудом не повыбивало. В тот момент дочка сидела шила. Мама надо мной пролетели осколки. Ну, наверное, я не знаю, наверное, счастливая. Внучок сидел в углу. А зять как раз только хотел выйти на тот момент, когда они там летели. Как он... Ну, секундой он бы вот это... Его как-то Бог отвел. Не знаю, что они от нас хотят. Все в осколках побито. Все, стекла повылетали. Дочку оглушило. Ой, страшно. И что интересно, что дальше? Никто не знает ничего. Никто не знает. Почему нам никто не верит? Да. Почему? Никто не хочет приехать посмотреть. Почему не дают нам жить спокойно? А детки за что страдают, скажите? Он выбил окна в 11 вечера. Дети он два часа кричала. Не могли успокоить. Да. Никто с ними справиться не может. Ну, интересно вообще. Это, получается, муж с женой все разошлись, для того, чтобы она с ним жила, ее нужно колотить каждый день, да? Да. Вот что интересно, вот говорят. Так у нас так. Нас с нами не хотят говорить. Настолько хотят убивать. Вот такое ощущение складывается. По-другому я не вижу. Ведь можно говорить. Ну, сколько тут журналистов было. Все писали, доказывали, что нет российских войск здесь. Нет. Нет, не верят. Вот Россию, опять на Россию санкции, чтобы пока будут минские эти самые соблюдать. Кто соблюдает? Вот как вечер подходит, так и начинается. Ну да, а на Украину никто санкции не дает. Да-да. Ну, наверное, кому-то так надо. Я вообще в шоке была. Узаконить этих нацистов. Сколько лет прошло после войны. Это что? Ну, представьте, сохранить эти костюмы и выйти в них на парад. Это же уму просто непостижимо. И все ослепли. Ну, больше, потому что Верховная Рада Украины сказала, что это герои Украины. Ну, конечно. Это Ющенко первый признался. Перелицевались. Вот в чем дело. За одно мгновение перелицевались все люди. Люди, как такое ощущение, что люди сошли с ума в Украине. Или выжили с ума, или даже я не знаю. Или ослепли. Что происходит? Или отупели. Вот. Трудно понять это. Или всем на все безразлично. Или я не могу понять этого всего. Ну, как можно убивать свой народ? Вот как? И причем стоять с трибуны и говорить, их дети будут в подвалах сидеть. Чьи дети? Мы же такие же украинцы, как и вы. Как мне дочь говорит. Там мы можем больше любим Украину, чем они. Что ж ты сделаешь? Вот перед этим в час ночи. Ну, эту ночь в десять часов вечера. Ну, простите, вы что, не понимаете, что люди уже ложатся отдыхать? Детки маленькие. Что ж вы делаете, а? Вас даже людьми нельзя назвать. Это не люди какие-то. Мало того, что бомбят, не дают жить спокойно. Пенсии тоже не дают. Чего только не выдумывая. Тут 42 года отработала. Я ее заработала. Отдайте мое. Вы мне обязаны ее выплатить. Нет? Нет? Ну, как же, как же. Что говорить уже об этом? Что говорить? Мне сейчас, вот сейчас в титрах идет. Требуется водитель. 3200 зарплата. 3200. Просто я не знаю, в какие рамки это вставить вообще. Как можно, вот я 2400 получаю эти русские. Как можно на них прожить? Вот с этими ценами, Игорь. Цены нормальные, цены реальные. Для вашей зарплаты в 30 тысяч рублей. Может быть, они реальные. Ну, не для двух тысяч. Это уже другой вопрос. Я с этими бандожками заработала себе сахар. Заработала сердцем. Вообще. Просто кошмар. Даже в страшном сне я не могла себе представить, что у меня будет вот такая старость. Ну, как говорят, а что вы тут живете? А куда нам ехать? Куда нам ехать? Кто нас ждет? Где? И мы у себя дома. Чтобы приехать и этого не было ничего. А там что будет? Ложимся спать. Что будет? Что теперь? Ложимся, значит, сказать, что спать. Первый бах и все. И вскочил, уже не знаешь, куда деваться. Что на себя одевать и куда выскакивать? Куда? В подвалы? Если еще убежать успеешь. Какие подвалы? У нас нечего. Оно все там обрушено в середине. Никто ничего не делает. Коридоры выйдем, посидим. Надеемся на непрямое попадание. Да и ладно. Ну что уже. Сидим. Сидим. Спасибо. Продолжение следует...